Микс Ньюс. Только на Радио Болтком. Программа Абонент Доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Абонент Доступен. В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Евгений Копеин. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня российский экономист Михаил Хазин. Михаил Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Звоните. Также звоните из-за рубежа код плюс 371 и пишите ватсап 230 6191. Сегодня стало известно об очередной отсрочке Brexit. Вот что касается экономических последствий для Европы, чего стоит ожидать, если Brexit все-таки состоится? Ну, для Европы это не очень. Хотя тут будут разные тонкости, связанные, например, с тем, что в этом случае придется отрывать от Великобритании Северную Ирландию сразу. Потому что категорические требования Евросоюза, чтобы не было границы между Ирландией и Северной Ирландией. А если Великобритания выходит, то все, никуда не денешься. В результате должна быть таможенная граница между Северной Ирландией и Великобританией. Но я думаю, что следующим этапом будет голосование в Шотландии. И Шотландия выйдет из Великобритании. Кстати, символические символы. В Шотландии единорог отвалился с ворот дворца в Лондоне, когда в него врезался грузовик. По понятной причине Шотландия чрезвычайно близка к Франции. И всегда была близка. И в средние века тоже. Кто читал Квентина Дорварда, тот, соответственно, знает. И, соответственно, по этой причине, скорее всего, Англия останется только стать 51 штатом Соединенных Штатов Америки. Больше ничего не остается. Все попытки Великобритании сделать собственную валютную зону, которые были, и из арабского мира, и путем раскола Евросоюза, то есть откола Франции, Испании, Португалии от Германии, они вообще ни к чему не привели. По этому поводу много было разных рассуждений, что Макрон – это реинкарнация Наполеона III. Но, судя по всему, не вышло. То ли у Макрона не получилось, то ли альтернативные силы сумели его перевербовать. Вот, поэтому единственное, что можно сказать, что для самой Великобритании это создаст совершенно колоссальные проблемы. А что касается Евросоюза, то у Евросоюза проблемы другие. У него нет больше денег на то, чтобы содержать убыточную периферию. То есть Португалия, Испания, Юг Италии, Греция, вся Восточная Европа, ну, я о Прибалтике вообще не говорю. Это все чистые убытки для Франции и Германии. По этой причине у меня все больше и больше есть подозрение, что они такие концепции, ну, условно это называется Европа двух скоростей, а де-факто означает развал Евросоюза и создание такого правильного Евросоюза из, условно, Франции, Германии, стран Бенилюкса, Австрии, Северной Италии, может быть Чехии. Но я сомневаюсь. То есть можно говорить о том, что сейчас Евросоюз переживает кризис. И, в общем-то, вы считаете, что он как раз может развалиться, как мы понимаем из ваших слов. Кризис – это не то слово. Понимаете, кризис – это всегда некая проблема, которую можно как-то решать. Проблема Евросоюза в том, что он расширялся на колоссальном ресурсе, который он получил на двух ресурсах. Первый ресурс – это был, собственно, эмиссионный ресурс доллара, который частично подкреплялся эмиссионным ресурсом Европейского Центробанка. А второй ресурс – это ресурс тех рынков, которые они получили в результате распада Совета экономической взаимопомощи, а потом СССР. То есть это были рынки, причем очень большие, но, скажем, по авиации СССР контролировал 40% мирового рынка, и эти 40% достались примерно по уровню Боингу и Airbus. То есть это колоссальный плюс для экономики Евросоюза, поскольку Airbus – это как раз, ну, это общеевропейский проект, но в основном франко-германский. Ну, и Британия там еще играла, не король. То есть, иными словами, был ресурс, и этот ресурс закончился, что один, что другой. Ну, мы знаем, что к 20-му году Брюссель сказал, что он больше не будет давать в дотации странам Восточной Европы, что приведет к серьезным проблемам, но при этом еще и, так сказать, регулярные поступления будут падать. Достаточно сказать, что, скажем, в Соединенных Штатах Америки, который главный мотор, резко падает в оборот ритейла. А ритейл – это главный, к слову сказать, работодатель в Соединенных Штатах Америки. Да, конечно, частично это заменяется на интернет-выторговлю, но тут зато начинаются уторговые войны с Китаем. То есть, на самом деле, никакой позитивной перспективы с точки зрения экономики на ближайшие 10-15 лет не предвидится. Более того, есть еще одна очень нехорошая вещь. Дело в том, что современный уровень жизни граждан Евросоюза, он во многом создан за счет поддержки спроса. Но если в Соединенных Штатах Америки эта поддержка спроса велась прежде всего за счет роста частного долга, то в Евросоюзе за счет долга государств. Государства, на самом деле, спонсировали своих граждан. Ну и частично, опять-таки, для Южной Европы и Восточной Европы это делал Брюссель. Если убрать это спонсорство, то уровень жизни населения в Евросоюзе очень сильно падает. А если он падает, то начинаются очень серьезные проблемы. Собственно, если мы говорим, например, про Англию, то тут-то основная проблема – это то, что англичане начнут выгонять граждан Евросоюза, которые работают на их территории. Здесь довольно сильный удар. Я, например, знаю, что литовцы много там довольно работают. Кстати, в той самой Шотланте. И это проблема, с которой абсолютно непонятно, что делать, потому что если смотреть на разновесное состояние с пониманием того, что люди реально, чтобы они тратили столько, сколько они зарабатывают, то уровень жизни в Евросоюзе падает в начало 50-х годов. А в этом случае Евросоюз становится нерентабельным, потому что слишком дорого начинают стоить всякого рода институты, которые его образуют. Вот вы недавно сказали о том, что нельзя верить нобелевским лауреатам по экономике, так как вместо такой истинной борьбы с бедностью нового лауреата они паразитируют на этом процессе. Могли бы вы это пояснить? Ну, это абсолютно очевидно. Дело в том, что не секрет, что все программы по борьбе с бедностью в африканских странах, в азиатских странах и много где, они приводят к появлению новых миллионеров среди тех, кто борется, и, соответственно, к долговому закабалению. И, соответственно, это реальная проблема, что не удалось. Есть книги на эту тему, есть книга Перкинса «Замечательная исповедь экономического убийца», в которой объясняется. Там, правда, говорится о государственной помощи по линии МВФ Мирового банка и Соединенных Штатов Америки. Но суть от этого не меняется. Это модель, которая создается не для поддержки бедных, а для встраивания экономики тех стран, в которых это происходит в мировую экономику. Ну, вот уже много раз приводился пример, когда для обеспечения граждан чистой водой создаются частные водоканалы. Ну, а, как известно, если есть частный водоканал, то он, начиная с какого-то момента, начинает подниматься. По этой причине мы видим, к чему это иногда приводит. На примере Эквадора и, соответственно, Чили. Что происходит в Сантьяго, вы знаете. Если не знаете, там около миллиона человек вышли на улицы, причем они протестовали против повышения проезда на метро, начали сжигать небоскребы, портить эти самые вагоны метро, и уже сейчас правительство там возглавляет олигарх местный. Правительство уже пошло на уступки, но народ уже требует увольнения президента, то есть радикальной смены власти в стране. Вообще нужно отметить, что, судя по результатам голосования, которое произошло вчера в Германии, в Тюрингии, очень сильно поднимают голову левые идеи. А если вы посмотрите на объяснение экономических процессов, которые происходят в мире, то вы увидите, что объяснений левых, левых объяснений нет. Ну вот я покажу сейчас в качестве примера. Значит, дело в том, что все лариаты Нобелевской премии, ну точнее сказать, премий памяти Нобеля, они все пишутся в рамках либерального экономического мейнстрима. А в рамках либерального экономического мейнстрима нынешнего кризиса не существует. Его объяснить невозможно. Почему? Потому что экономикс – это экономическая теория, созданная в конце 19-го, начале 20-го века, как альтернатива политэкономии, в которой ключевым тезисом весь 19-й век был конец капитализма. Вот для того, чтобы не было конца капитализма, создана альтернативная экономическая теория, в которой конец капитализма табуировал. Вместе с тем, тот кризис, который сегодня происходит, четвертый кризис выпадения эффективности капитала, это кризис, который как раз по Марксу есть, последний кризис капитализма, потому что вся мировая экономика представляет из себя единую систему разделения труда. Вот книжка моя, которая вышла две недели тому назад, но, правда, уже первый тираж раскуплен, так что будем ждать второго, в котором я это все подробно описывал. И не только описал этот кризис с точки зрения политэкономии, но и объяснил, почему современные мейнстримовские экономисты в рамках либеральных экономических школ не в состоянии объяснить кризис. Но смотрите, кризис идет с 2008 года, уже 11 лет, и за это время ни одной премии памяти Нобеля не было присуждено за работой, посвященной этому кризису. То есть, иными словами, мейнстримовские экономисты отказываются признавать наиболее важную экономическую проблему современности. Что отсюда следует? Отсюда следует, что они не готовы эту тему обсуждать. И мы это видим, что в политической сфере эту тему обсуждать не готовы. А мы, соответственно, пытаемся дать альтернативное объяснение этому процессу. У нас звонок есть? Да, слушаем вас. Добрый день, Константин. Я бы задал такой вопрос. Не отказывается. Может быть, все дело в неграмотности, с чем сталкиваемся на каждом шагу. Ну, допустим, сейчас не только младшее, но и среднее поколение не имеет понятия о таких вопросах, как социальный договор, определение государства, определение страна, нации, населения, общественно-экономические отношения. То есть, все, чему нам давали в 10-м классе советской средней школы, сейчас некомпетентны в этих определениях даже зрелые люди. И они просто могут не понимать, что происходит в силу своих элементарной необразованности и неэрудированности. Что, допустим, очень четко прослезывается в Латвии. Не разделяется понятие между государством, обществом, государством и страной. Единым понятием идут эти термины. И отсюда нет понимания, что страдает менеджмент, а не страдает страна и население. И это разные вещи. Да, какой у вас вопрос, Константин, задавайте. Да, то есть вопрос некомпетенции, может быть, превалирует. Над вопросом нежелать понимать экономические процессы и политические процессы. Да, спасибо. Давайте не путать население и эксперты. Да, действительно, выросло поколение абсолютно безграмотных, которые не знают ни истории, ни географии, ни обществоведения, ни еще чего-то. Во-первых, оно, конечно, безграмотное, но, тем не менее, что-то оно понимает. Это очень хорошо видно и в России, и в Германии, потому что мы видим, что побеждают левые, и в Латинской Америке тоже левые. И можно, конечно, сказать, что это бунт бессмысленный и беспощадный, который бывает не только русский, но и немецкий, поскольку АДГ – это тоже, в общем, партия достаточно жесткая. Мы видим, что в Германии очень сильное разделение, в той части Германии, где чистка мозгов началась после 1945 года, и там все тихо, а в той части, которая ГДРовская, там, соответственно, с теми же мигрантами поступают довольно жестко. Я поэтому склонен считать, что оздоровление Германии начнется с востока. Но тут есть еще целая куча тонкостей, потому что образование – образование, но любой человек может самообразоваться, если у него есть такое желание. Проблема состоит в том, что общество употребления выбивает у людей желание учиться. Но по мере того, как будет падать уровень жизни населения, что остается делать? Ну, представьте себе на секундочку, что те люди, которые уехали из Литвы, из Латвии, из Эстонии в Евросоюз, в Союз работать, их начнут выгонять обратно. Вот эти люди, когда приедут, о чем они будут возговаривать, что они будут делать, к чему они будут призывать, в какие партии вступать и так далее, и тому подобное. Все эти вопросы принципиально важны. Я, собственно, и говорил по этому, и вчера, и сегодня выступая по радио у нас, что ключевая проблема в том, что возвращается левый дискурс в общественно-политическое поле. А у нас нет специалистов по левому дискурсу. Они просто отсутствуют, потому что они все ликвидированы. И это создает проблему, потому что есть явление, которое не просто усиливается непрерывая, и это явление нужно описывать, нужно понимать, что с ним делать, как с ним бороться, как его использовать и т.д. То есть я прекрасно понимаю, что многие государства сегодня очень бы хотели, чтобы этого явления не было. С другой стороны, есть государства, которые, наоборот, это явление будут отлично использовать. Но его, по крайней мере, нужно описать. А непонятно, как это делать, потому что специалистов на сегодня нет. Вот вы сказали о том, что тема возможного конца капитализма, она табуирована. Но все-таки, если порассуждать, что может прийти на смену капитализма? Есть ли такая модель, которая могла бы быть эффективна экономически? Ну вот, собственно, в книжке, которую я показывал, еще раз ее покажу. Да, воспоминания о будущем Михаила Хазина. Я просто для наших радиослушателей. Идеи современной экономики. Ее, кстати, можно заказать в интернете. Так вот, в этой книжке есть последняя глава, в которой строятся примерные модели, как это можно было бы сделать. Которые для России соответствуют модели старообрядцев, для Германии первичных протестантских общин, ну и так далее. То есть, эта модель, вообще говоря, существует. Почему книжка называется «Воспоминания о будущем». Я не буду сейчас влезать в детали. В книжке очень подробно объясняется, почему две модели финансовые, одна классическая, капитализмокредитная, а другая исламского кредитования, исламский банкинг, они не исчерпывают все варианты. Существуют и варианты промежуточные. Потому что мы видим, что классический кредит себя исчерпал через непрерывную эмиссию и доллары, и евро, и в результате дополнительные эмиссии уже не приводят к стимулированию экономики. А исламский банкинг не обеспечивает индустриализации. То есть, ни одно исламское государство не сумело сделать на своей базе внутреннеиндустриального государства. Это объективный факт. И связан это у меня в книжке подробно объясняется. Почему? Потому что индустриальное государство не может быть без кредита. Другое дело, какой это кредит, как он устроен. Так вот, в книжке у меня написано, что можно сделать некоторое промежуточное состояние, которое обеспечит и развитие с одной стороны, инновационное, а с другой стороны оно обеспечит соответственно устранение тех недостатков, которые привели к нынешнему кризису кредитному. Но как мы будем выходить из этого кризиса, из нынешнего, это вопрос очень сложный. Потому что мы видим, что идет отчаянная совершенно схватка между банкирами, которые любой ценой хотят сохранить власть за собой. А это не просто так. Дело в том, что в результате реализации вот этой вот модели ФРС, Бреттон-Вутс, регономика, доля банков в перераспределении примали в свою пользу, выросло с 5%, как это было еще в начале 20 века, до 50 с лишним. И у них эти 50% нужно отобрать. Ну, объективно, да, потому что в новой модели у банков будет опять-таки не больше 5%. Они это очень не хотят. В результате мы видим отчаянную схватку в Соединенных Штатах Америки, где банковское лобби ведет борьбу с Трампом. Чем это закончится, непонятно. Я, правда, склонен считать, что Трамп выиграет, но это как бы экспертное заключение, да, что будет на самом деле совершенно непонятно. Но суть всей проблемы состоит в том, что эта схватка может очень дорого стоить самим Соединенным Штатам Америки. У Дэд уже даже Трамп говорит о том, что возможно гражданская война. Но я, собственно, уже и вижу, как это может произойти, у меня там есть, мы были, у нас был семинар во Франции, в Аллан-Гедоке он завершился по полторы недели вот тому назад, посвященный геополитике. Мы там как раз обсуждали вопросы трансформации Евросоюза, трансформации мировой долларовой системы и т.д. и т.п. Там мы обсуждали в том числе сценарии, которые могут привести к гражданской войне в Соединенных Штатах Америки. Эти сценарии маловероятны, но если пять лет назад они были просто невероятны, то сегодня уже эта вероятность пусть маленькая, но положительная. У нас звонок еще. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Добрый день. Да, Александр. Добрый день, Александр. Да, Александр. Михаил Александрович, большое спасибо за четкие выступления ваши, все время вас слушаю. Вопрос такой у меня, может быть, не совсем обычный. Вот весь 19-й век, скажем, 20-й определяли так сказать, идеи, вот вы назвали здесь марксистские идеи, так сказать, что экономика все определяет в конечном итоге. А вот, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, сейчас наоборот. Духовная составляющая, сознание определяет политику, а политика определяет экономика. Процесс, как мне кажется, идет обратно. И вот вы сказали, что выросло поколение, так оно не выросло. Его вырастили, и процесс идет вот в обратном направлении. Вам не кажется? Спасибо. Но тут есть свои тонкости. Ну, во-первых, как это, нельзя разделять две стороны одной монеты. В упомянутой мною книжке, которая вот вышла две недели тому назад, есть на эту тему специальные рассуждения, которые показывают, что одной экономикой не определяется, и базовые доминирующие ценностные идеи, они играют очень важную роль. То есть, они могут закрыть возможность развития, это показано на примере Римской империи, империи Габсбургов. Так вот, вся проблема состоит в том, что ценностная модель, которая была выстроена на Западе после 1945 года, и особенно, которая развивалась после 1981 года, она была выстроена под примат интересов банкиров. Но есть такая старая шутка, что демократия это власть демократов, вот в этом смысле либерализм это власть банкиров. Дело в том, что у банкиров всегда была проблема очень серьезная, которая состояла в том, что они очень всегда не любили консервативную идеологию, по банальным причинам, потому что в любой консервативной идеологии, как ты ее не крути, все время вылезает логика осуждения расставщичества судного процента. А банкирам это не нравится. И по этой причине они все время хотели с этим самым консервативным справиться, но это очень трудно, потому что именно на консервативных идеях была построена всегда социальная стабильность государства. Но после 1981 года, после регономики, когда резко выросла численность и устойчивость среднего класса, у банкиров появилась мысль, что надо ликвидировать все консервативные институты в тех странах, которые они контролируют. Самый главный консервативный институт это семья. С 1981 года началась операция по ликвидации семьи. Именно отсюда однополые браки, гей-парады, пропаганда однополой любви, ювенальная юстиция и прочее, и прочее, и прочее. Значит, это все политика, направленная на ликвидацию главного консервативного института. Я напомню, что в той же Англии, например, до конца 70-х гомосексуализм был уголовным преступлением. Но правда в специфической форме, что в Англии, что в СССР, что в других странах осуждался, имею в виду на судебном уровне, не столько гомосексуализм как таковой, сколько вовлечение в пропаганду и так далее. Потому что все же прекрасно знают, что явления существуют, это чем бороться с природой. Но с 81-го года началась массированная пропаганда. И это не просто так. Значит, сейчас, когда эта система будет разрушена, скорее всего, маятник, как обычно, коснется в другую сторону. Мы это видим на примере тех же Соединенных Штатов Америки. Потому что если у власти много десятилетий были правые либералы, то Трамп это правый консерватор. А в Европе, в Западной, консерваторы были всегда. Ну, Берлосконе, он типичный совершенно консерватор. Но к нему и относилась либеральная общественность европейская соответствующим образом. Типичным примером консерваторов это отец и дочь Липеры, которых люто ненавидит либеральная европейская элита. И сейчас маятник качнулся в другую сторону. И либеральной элите придется уходить. А она проигрывать страшно не любит. В этом смысле я понимаю, что мне трудно я вхожу в черные списки при балтийской обеспеке, что значит эстонской, что латышской, что литовской, латвийской и литовской по банальной причине, потому что я консерватор. Но нужно при этом понимать, что это явление будет сейчас доминировать по всему миру. И то, что делает Трамп в Соединенных Штатах Америки это только самое-самое начало возрождения консервативных идей. И они пойдут и по Западной Европе и по всему Евросоюзу. К слову, сказать, как все вот эти либеральные организации общественные, которые расплодились за последние 40 лет, как они будут себя при этом чувствовать, для меня большой вопрос. Но это можно сравнить с таким крестовым походом? То есть сейчас консерваторы начнут выбивать либералов, это будет жесткая война? Понимаете, в чем дело? Основная проблема в том, что выбивать будут не те консерваторы, которых мы сегодня видим консерваторы. Выбивать будет озлобленная голодная толпа бывших представителей среднего класса. Знаете, они ненавидят либералов частично уже, а дальше это будет тотально по банальной причине. Им обещали спокойную жизнь, гарантию. Понимаете, им сказали, у вас будет домик, машинка, еще чего-то, вы только соблюдайте правила. Им не нравились эти правила, но они решили, что ради домика, машинки и так далее их можно соблюдать. Они стали соблюдать, а их кинули. Людей, которые сильно кинули, и более того, их не просто лишат и домика, и машинки, и всего остального, их лишат этого навсегда, и они это понимают. Поэтому я думаю, что будет очень сильная реакция. Я думаю, что Евросоюз ждет в ближайшие пару-тройку лет начала очень серьезных пертурбаций. Собственно, кто-то это уже понимает. Я вот когда там несколько дней тому назад, ну на прошлой неделе, была конференция в Вероне, 12-я евразийская конференция, которую проводит Банк Интеза, ну и там еще кто-то. Я на ней был как-то, а у меня была смешная история, я там был модератором, и у меня был один из главных экономистов Ордена иезуитов в секции, мы с ним там немножко не то, что не поругались, а как это называется, поспорили, потому что он излагал некоторую свою концепцию такую, католическую, а я ему сказал, что поскольку я являюсь членом Патриаршего Совета по экономике и этике, у меня есть православная интерпретация, было очень смешно. Так вот, вот это как раз попытка в экономике описать происходящие процессы с точки зрения того, той консервативной революции, которая будет происходить. Там выступал Сечин, глава Роснефти, там выступал Дадли, который глава БП, там выступал доктор Фалека, который, значит, председатель Совета Директоров Интезы, там выступал руководитель Глинкора. Ну, короче говоря, там было очень много очень серьезных людей, которые пытались, я, кстати, рекомендую как бы вам как-то изучить эти материалы, может быть, их обсудить, потому что это реально альтернативный взгляд. Но это только одна конференция и только в одной сфере. Конкретно сейчас она была бы посвящена энергетике. А там обсуждались вопросы, соотношения зеленой энергетики, нефти, газа и так далее. Там очень много очень интересных данных. Ну, например, там было сказано, что углеродный след от электромобиля на сегодня на 40-60% выше с учетом необходимости создания инфраструктуры, получения электричества, создания и утилизации аккумуляторов. Вот это один из самых тяжелых вещей. На 40-60% выше, чем от обычного дизеля. То есть, появление Греты Тунберг... От того, что вы переходите на электромобили, вы увеличиваете выбросы примерно на 40%. То есть, появление Греты Тунберг не случайно, вы считаете? А дело в том, что Грета, если вы послушаете, что она говорит, она говорит следующее, что надо делиться богатым с бедным. На самом деле, под видом зеленой повестки дня, она на самом деле продвигает в том числе и леву. Поэтому я бы на самом деле отнесся к ней немножко более серьезно, чем многие. потому что кто-то считает, что она немножко больная девочка, которой, значит, заменили некоторую позицию. Может быть и в Мниле, может быть и больная, но продвигает она не только то, что все видят, но и то, что все очень скоро увидят. Вы в одной из своих статей под названием «Путин должен стать Сталином» начинаете со слов, что ключевая проблема сегодняшней российской власти заключается в полном несоответствии элиты и общества. Вот когда это несоответствие на ваш взгляд стало очевидным и действительно ли вы считаете, что россияне сегодня ждут Сталина в лице Путина? Вне всякого сомнения. Сегодня Сталина как символ управленческий поддерживает 90% населения. ну понимаете в России довольно много за последние лет 5-8 было работ посвященных реальной истории Сталина. И в частности в общем стало уже достаточно понятно, что даже знаменитый террор 36-38 года был организован той группой политической группировкой, целью которой была ликвидация Сталина на посту руководителя государства. И базовой причиной было то, что Сталин в 36-м году, приняв конституцию сталинскую, в реальности хотел вести альтернативные голосования. То есть вот это старые большевики, которые выиграли гражданскую войну, признавать не хотели. Типа за что боролись. Значит, я сегодня устроил голосование на радиостанции «Говорит Москва», надо понимать, что «Говорит Москва» это вообще не самые бедные люди. В Москве, Москва не самый бедный регион в России и даже в Европе не самый бедный. И соответственно 87% сказали, что наше будущее в социализме. Есть у меня сильное подозрение, что если подобное голосование анонимное провести сегодня в Берлине, в Париже, в некоторых других городах, там, конечно, будет не 87%, но уже точно больше 40%, возможно, и под 50%. Но я, собственно, и говорил, что Европу ждет очень сильный левый поворот. Поэтому в этом смысле все как раз отлично. то есть получается, что демократия как такова является невостребованной сегодня моделью управления. Кто сказал, что не было демократии? Знаете, я просто могу рассказать историю, чтобы было понятно... То есть вы знаете, что при сталинизме демократия была? Еще какая. Я просто рассказываю историю. Для простого человека, да, конечно, я просто рассказываю историю. Мой дед был инженером. В 1952 году он работал в институте, который был в системе Министерства госбезопасности СССР. В 1952 году его выгнали с работы, ну, скорее всего, за неправильную национальность. И, соответственно, а он жил в служебной квартире в высотном здании на Котельнической в Москве. То есть это было одно из там трех-четырех самых престижных зданий в СССР. У него была трехкомнатная квартира, что по тем временам, когда большая часть населения жила в коммуналках, это было что-то недообразимое. Но еще раз повторю, это была служебная квартира. И первое, что сделало хозяйственное управление Министерства госбезопасности, оно, естественно, написало бумагу о том, что надо висеть. Но бумагу эту она направила куда? Она направила в районный суд. Почему? В бумаге было написано. Я просто ее видел, когда умерла моя бабушка уже там в 90-е годы, я просто видел эту всю переписку. Значит, исковое заявление. В связи с наличием у Хазина Григория Лезеровича двух несовершеннолетних детей просим суд дать разрешение на выселение его и его семьи и жены и двух несовершеннолетних детей занимаемой служебной площади в связи с увольнением штата университетов и министерств. А ответ суда через два или три дня в связи с наличием у Хазина Григория Лезеровича двух несовершеннолетних детей Министерство госбезопасности СССР в выселении отказались. Бумажка пришла в министерство и после этого за подписью замминистра она пошла бумажкой в исполком Моссовета в связи с решением суда такого-то прошу принять на баланс бывшую служебную квартиру. То есть в тот момент никому и в голову в министерстве госбезопасности не могло прийти позвонить в суд и сказать ребят тут у нас квартира такая мы тут хотели поселить какого-то генерала-лейтенанта где-то мы были подполковник. То есть на самом деле это было что-то такое вот по нашим временам современным это что-то невообразимое. Поэтому когда я говорю о демократии только нужно понимать что если бы начинали играть в политику вот тогда совсем другое дело. Но как мы знаем игра в политику в Соединенных Штатах Америки стоит. Вот был например такой человек который соответственно как его фамилия это Вайнштейн который которого убили тут в американской ферме педофил который как его фамилия Вайнштейн Вайнштейн жив да Харви Вайнштейн жив вот там типичный совершенно пример человек он слишком много знал да и взял и умер прямо вот так вот раз и все ну конечно это самоубийство туда-сюда все бумажечки подшиты все замечательно уголовное дело закрыто но все же все понимают и даже Трамп понимает который об этом своем твиттере написал у нас звонок радиослушатель на линии здравствуйте как вас зовут добрый день вот вы сказали вас вы не въездной в Латвию а тут вот разгуливает Литвиненко ее тут обхаживают вот она и на балконе бывает часто интервью дает у меня вот такой вопрос вот значит она заявляет ее отец олигарх а она будучи чиновницей Ходорковского стала поддерживать а Ходорковский что он не олигарх одно а второе вот она такую несет чушь она психически больная или здоровая что Путин там был в детских бандах он там отбирал у старушек еду а какой у вас вопрос будет давайте вопрос гостям да вот здоровая ли она потому что Путин не намного моложе меня там на 5 лет да у нас никаких банд не было все жили во дворе да ну еду никто ни у кого не отнимал и дело в том что мы поняли ваш комментарий но вот вряд ли наш гость может ставить диагнозы это все таки медицина я диагнозы я ставить не буду мне это сразу напомнило детский анекдот как идет суд над маньяком который убил старушку за 5 копеек ему говорят как же так как же у вас рука-то поднялась он говорит не ну вы что вы серьезно даже 20 старушек уже рубли да вот понимаете так жизнь сложилась что я знаком был с Путиным пока он еще не был президентом поэтому я могу вам сказать что он в общем человек-то абсолютно нормальный вот я знаю очень много людей с чрезвычайно тяжелыми искажениями психики которые у них были по разным причинам например есть такой человек Каспаров он просто вот реально сильно не социализированный человек я сейчас говорю не про его отношение к Путину а про отношение к людям к жизни но он как бы никогда не учился в школе всю жизнь играл в шахматы и он в этом смысле человек тяжелый не хочу сказать что плохой ничего сказать не могу просто вот видно что он не всегда адекватен той жизни но в общем и целом люди которые бегают и кричат про других гадость лично у меня симпатии не вызывают не знаю как у вас вопрос вот Александр он ватсап нам прислал сообщение можно подробнее о старообрядческой альтернативе есть ли понимание что этот путь кроме экономики может сломать и политический строй вот такой вопрос задает не буду сейчас рассказывать потому что в книжке все написано но вот я еще раз говорю что можно попросить кого-нибудь зайти на сайт Hazen.ru и просто эту книжку заказать там можно просить я потому что мне заказывали эту книжку из разных стран это возможно да ну вот это не самое сложное я просто дело не в том что мне жалко а дело в том что это много времени то есть это надо рассказывать всерьез да ну вот невозможно в том режиме в котором мы с вами разговариваем эту тему обсуждать потому что тогда про все остальное нужно забыть а лучше было с этого сразу ничего но у нас 3 минуты до конца эфира остается поэтому я уже не успею да мы очень да член экспертного совета деловой России Владислав Жуковский он вот сообщал не так давно о том что пенсионный возраст могут повысить еще на 3 года и якобы такие разговоры идут в правительстве сейчас в российском насколько на ваш взгляд это реально учитывая что пенсионная реформа вызвала большой резонанс и в России я предлагаю сразу увеличить пенсионный возраст до 100 лет и одновременно снизить рабочую неделю до 3 дней вот я считаю что это абсолютно гениальное решение которое нужно воспользоваться 3 дня работе 4 дня гулять это же песня еще звонок тогда примем здравствуйте как вас зовут добрый день Сергей Рига вопрос Михаил Леонидович благодарим вас за ваше интервью и большую игру которую вы проводите с Александром Ибрагимовичем и Андреем Петровичем вопрос такой проснется ли российское общество после того как была подписана регуляторная гильотина Дмитрием Анатольевичем Медведевым это первый вопрос и второй вопрос каковы все-таки будут сюжеты большой игры то есть склоняется сейчас туда-сюда и так далее доминирование того или иного варианта ну и вопрос об изменении состава ЕСПЧ Российской Федерации то есть по правам человека что-то будет меняться или все-таки они там постепенно будут гнобить население до тех пор пока половина страны будет охранять другая спасибо всего вам доброго да в общем а вам времени очень коротко я просто в своей жизни никогда не сталкивался с полицией вот просто ни разу в жизни то есть меня никогда меня никогда не проверяли документы меня никогда не просили быть понятым ну и так далее я просто если не представляю как это все устроено я правда и на митинги никогда не ходил что касается совета по правам человека там должны быть конечно маньяки которые защищают всех людей они должны быть ну просто по сути я понимаю что Валера Фадеев это не тот человек который будет положиться грудью на амбразуру но я думаю что у него там такие люди все-таки есть но вообще эта структура в нашем государстве особой роли никогда не играла а что касается большой игры то вот как бы приезжайте 23 ноября в Петербург мы там будем с Переслегиным очередной дневной семинар и будем там обсуждать в том числе геополитические расклады будет интересно ну у нас был семинар собственно по геополитике недельный во Франции но вот я думаю что мы его еще раз недельный будь повторим ну что ж спасибо что вы нашли время и вышли в прямой эфир программы абонент доступен российский экономист Михаил Хазин был гостем программы спасибо вам всего доброго и до свидания до свидания